ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое же Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно» по телефону. Ну и, как мы уже анонсировали в первом часе, тема нашего разворота сейчас звучит следующим образом. Строители просят определить границы охранных зон в исторической части Кирова. Оказывается, работа эта идет, но недостаточными темпами. Это мы с Володей такие выводы сделали на основании материала, который нам предоставил Николай Михайлович Липатников. Но отталкиваемся мы, конечно же, от очень активного новостного фона на прошлой неделе. Возник конфликт между городом, городской администрацией и господином Киселевым, главой компании «Чепецк нефтепродукт». Камнем преткновения стал дом, возводимый недалеко от Трифонового монастыря, на улице водопроводный, двухэтажный дом, который строит Киселев. И строит, как выяснилось, без предварительного разрешения на строительство. Киселев объяснял это следующим образом, что достаточно давно была подана заявка, собственно говоря, на это разрешение. И выяснилось, что необходимо провести, в том числе, археологические исследования, поскольку вблизи находится историко-культурный объект в виде Трифонового монастыря. И у нас есть материалы, которые наши коллеги из «Бизнес-новостей» нам предоставили, в том числе и заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и объектов, владающими признаками культурного наследия на земельном участке по улице водопроводная, 4. Собственно говоря, он подтверждает слова Киселева о том, что необходимо было провести археологическую экспертизу, которая и проводилась. Но теперь необходимо преодолеть бюрократические барьеры в виде оформления, собственно говоря, этих самых границ. И эта процедура очень длительная оказалась. Эта процедура затянулась, не знаю, как эту меру временную назвать, достаточная или недостаточная. А тут выясняется, что, собственно говоря, такая ситуация в историческом центре города сплошь и рядом встречается, когда строители натыкаются на отсутствие этих самых определенных границ, на отсутствие археологических экспертиз. Кстати, Володя, вспоминаю твою программу совсем недавнюю, по-моему, на прошлой неделе, как раз в программе «Сделанная мятки». С руководителем научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия. Ты разговаривал, и он рассказывал, как проводятся эти экспертизы. Дело очень затратное, дело достаточно дорогостоящее и занимающее длительное время. Но, тем не менее, Николай Михайлович, вы говорили, что со своим обращением и с обращениями строительных компаний на эту тему вы чуть ли не 10 лет назад впервые обращались в город и в правительство, что нужно этим делом заняться. Нет, это не так. Больше? Вы знаете, тема эта давняя. Я еще, когда был председателем Кировского городского совета на депутатах, мы эту тему знали. Это когда было? Ну, это было, знаете, в 93-м году была создана палата, значит, вот период до 93-х года, и глава города по теперешнему называлась эта должность, иначе несколько, и тема эта известная. Вообще-то, тема любого города, где есть исторические какие-то корни. Как город развивать, как учитывать историческое культурное исследование, в том числе археологические, какие-то возможные находки там. Все это требует серьезного подхода. А с чего конкретно начались эти разговоры? Какой-то повод возник? Нет, у нас, мы сейчас не будем там 10 лет назад вспоминать. Мы вспомним просто на прошлого года. Конечно, палата, ведь это сосредоточение, знаете, позиций бизнес-общества, делового сообщества. По разным совершенно вопросам. На данном случае обратились те строители, которые занимаются как раз работой в городе. Можно говорить, прекратить точную застройку, а я всегда смотрю на практики, вспоминая свои прошлые годы. Если ко мне обратилась женщина, проживающая с маленьким ребенком, в ветхом доме, который никогда ни за какие деньги на новую квартиру бы не купила, и когда я побывал у нее, она мне показала в угол, из которого лезут по ночам крысы, извините, не надо такого говорить. Один выход был. На этом месте нужно было построить дом. Благо, условия позволяли понять, о защитной зоне и охранной зоне в то время еще так не звучало серьезно. Как зазвучало в 16-м году. Да. И был построен там дом, а женщина получила квартиру. Вылаз, наверное, этот мальчик у нее, пацан, стал серьезным человеком. Но я доволен, что и мне тогда удалось приложить какие-то усилия, и что люди стали жить в хорошем доме. Поэтому я стараюсь всегда подходить вот к этим позициям, запретить точную застройку, не разрешить того-то, того-то. Надо смотреть, где, как и какие-то условия. К нам обратились. Да, конкретно предприятия, которые сегодня имеют, положим, уже приобретенные законным основания, квартал улицы Воровского, Орловского, Володарского и Карломбарсов. Все предъявлено. Нет объектов культурного наследия. Но защитные зоны сегодня в городе Кирове, согласно документам федерального закона, сформированы так. Циркуль берешь, поворачиваешь там 200 метров, допустим, это защитная зона. А дальше идет уже понятие охранной зоны, когда как раз проводятся уточнения архитектурные, исторические, культурные наследия, археологические. И смотрят, вот это есть охранная зона. И это пример, который вот, почему звонок вчера, телефонный разговор состоялся у нас. Я услышал передачу на Эхо Москвы с Киселевым. Это вот вопрос. Передача была с Дмитрием Русских. Ну, а этот вопрос мы обсуждали. Ну, случайно вот я это дело услышал. Мы ведь начинали в ноябре встречаться. Как вместе вопрос порешать? Министерство культуры знает это. Мы с Татьяной Сергеем Мазур говорили. Министром культуры. Министром культуры. Но надо было просто дать время. Она вошла в эту должность разобраться. Но в целом она эту ситуацию понимает. Сегодня у нас парадоксально из 118 объектов, которые подлежат формированию охранных зон, только, по-моему, там по двум уже решение принято. И еще где-то 14, если я не ошибаюсь, в стадии вот этого решения. А по остальным что делать? А что такое, допустим, сегодня тоже придет мне квартал, застройки, где, заметим, нет ничего. Ни монастыря, ничего нет. Там 2000 метров квадратных надо селить ветхого жилья. А там же люди ждут, не дождутся, когда вместо такого домика, значит, уже, ну, в котором жить-то вообще не весело. Прямо скажем, а не первоприличное жилье. Строители готовы это сделать, но документально это надо все оформить. Можно, конечно, не спешить. И вы сейчас только назвали фамилии руководителя, которые говорят, что да, это длительное время. А устроительное время измеряют с одним категориями. Взятые кредиты, выкуплен участок земли, обязательства взятые по расселению жильцов, и они уже не могут ждать длительное время. Есть формат, который сегодня президент России, правительство России продвигает, это государственное частное партнерство. Давайте смотреть, что может сделать сегодня конкретно застройщик. Внести свои средства на благоустройство улицы, на выкуп жилья, положим, приобретение жилья. И что может от власть? Власть должна максимально оперативно, не нарушая законов ни в коем случае, решить эти вопросы, чтобы узаконить. Бюрократические процедуры. Чтобы я долго не говорил, сейчас здесь могу занять ваше время, но мы же пришли к хорошему пониманию в ноябре месяце. Я должен сказать, представители Министерства культуры были исполняющие обязанности в районе Скальный, заместители Министера культуры Царева и несколько представителей, кто отвечает как раз за историческую ценность. К чему пришли? Первое. Нельзя ни в коем случае делить это, положим, функции регионального правительства. Формально да. Город, как бы, здесь ни при чем. Как и ни при чем. Сегодня я встречаюсь с Кабалевой Еленой Васильевной, главой города, мы об этом будем говорить. Это же город, это же наша среда, это ответственность городской власти. Значит, у нас садится региональная у вас городская власть и, конечно, за эту кампанию, за этот стол, как мы сейчас с вами вместе находимся, приглашать застойщиков, архитекторов. И это должно быть не разным случаем, по импульсу. Что случилось там с Киселевым, Ивановым, Петровым? Это системная встреча должна быть. В течение месяца, может быть, один раз. Кстати, эта практика у нас была в те времена. Давние времена, но, к сожалению, только. Но я их не забыл. Была практика. Вот примерно как решаются вопросы. Ну, вы нам предоставили материал, который как раз по итогам заседания 25-го и... Так, нет, это было в мае, да, прошлого года, 16-го года? Нет, это в ноябре. У нас в ноябре было. Ага, в ноябре. В ноябре. Ну, вот смотрите, 73-й федеральный закон об объектах культурного наследия, который как раз вступил, да, в действие в прошлом году, он лег на неподготовленную почву, что называется, потому что на момент принятия этих норм по Российской Федерации чуть больше 14% объектов культурного наследия имели такие вот зоны, о которых мы сегодня говорим, да. А, к сожалению, в силу многих обстоятельств, я цитирую вот как раз аналитическую записку, в Кирове этот показатель оказался существенно ниже, несмотря на наличие, созданное в 2009 году, областного государственного автономного учреждения, научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области. И вот сейчас прервется буквально на полминуты, после чего зададим вопрос Дмитрию Валерьевичу Сергееву, прямо сейчас зададим, а потом ответим, насколько серьезно вы считаете эту проблему как представителя строительной компании. Продолжаем наше общение. Николай Липатников, президент Советской торгово-промышленной палаты, Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Ну, раз уж мы ушли на вопросе, давайте вернемся к нему. Да, ну я вот еще раз, еще некоторые сведения из аналитической записки предъявлю нашим слушателям. К 2016 году охранные зоны были установлены только для двух объектов из 118, то есть менее 2%, мы сейчас говорим про город Киров. По информации Министерства культуры, в 2017 году были утверждены еще три объекта, зоны для трех объектов, а в настоящее время, это ноябрьская история, на стадии согласования находятся документы на 22 объекта на стадии согласования. На 2018 год запланирована работа по 28 объектам. В результате на текущий момент практически вся центральная часть города закрыта защитными зонами, и предприятия, имеющие участок под застройку, не могут приступить к их освоению и несут серьезные финансовые потери. Так вот вопрос, который прозвучал до перерыва, обращенный к Дмитрию Сергееву, генеральному директору строительной фирмы «Маяковской». Вот такая ситуация, насколько она проблемна для строителей, насколько она мешает или помогает вести вам свою деятельность? Ну, наверное, начну с того, что любое изменение в законодательство на определенный период, это может быть полгода-год, оно парализует практически работу предприятий в плане подготовки новых объектов. Стройка не может жить без задела на завтрашний день. То есть, если мы не подумаем о завтрашнем дне, то, значит, мы должны прекратить свою деятельность. Вот это один из примеров, когда изменение в законодательство не было на федеральном уровне, не повлекло подготовки на региональном и на местном уровне. То есть, местные органы власти были не готовы к принятию такого федерального закона. Но вынуждены были это сделать? Ну, федеральные законодательства у нас главенствуют над местными. Поэтому на сегодняшний момент паралич. Вот любое неурегулированное законодательное новшество, оно парализует работу. Вот пусть будет нельзя, но тогда всем будет понятно, почему нельзя. То есть, закон сказал, нельзя, нельзя. А на сегодняшний момент вроде бы и нельзя не сказали, но и можно тоже не сказали. Вот в это подвешенное состояние оно хуже всего. Что делают, на ваш взгляд, сейчас... Вот мы озвучили какие-то цифры. Что делают сейчас власти городские и областные? И достаточными темпами они движутся для того, чтобы утвердить, наконец, вот эти зоны, вот эти границы? Власти движутся по своему плану, по своей схеме. Причем оно никак не связано с теми приоритетами, которые есть в городе, скажем, приоритетнее вот этот, скажем, квартал или вот эта часть города, где нужно было бы, как Николай Михайлович сказал, сносить ветхоаварийное жилье и строить новое жилье как один из элементов преобразования города. А этим бы надо заниматься, да, вы считаете? Планирование — это всегда хорошо. Тогда, когда все знают, в каком направлении мы движемся, то и строители, и застройщики, и муниципалитет могли бы консолидировать свои возможности. Каким образом? Если направление есть какое-то, то заинтересованные коммерческие структуры могли бы часть работ взять на себя. То есть, то же проведение экспертиз. То есть, они прицениваются, присматриваются, оценивают свои возможности. Один из элементов — это, скажем, государственное частное партнерство, когда весь комплекс работ кто-то из коммерческих структур берет на себя и, проведя эти работы, уже получает на выходе готовый документ, что здесь можно, здесь нельзя. Но он будет знать, что он вкладывает деньги в то, что он в дальнейшем здесь будет развивать эту территорию. На сегодняшний момент, пока власти живут своей жизнью, да, у строителей, у каких-то уже есть выкупленные земельные участки, и сейчас они вынуждены вокруг себя расчищать территорию, то есть проводить экспертизу за свои деньги. Но, опять же, работа органов власти и застройщиков, она не синхронизирована. — Напоминаю, что к 2016 году в Кирове охранные зоны были установлены только для двух объектов из 118, это менее 2%. Мы сейчас говорим об историко-культурных объектах. — А мы, кстати, знаем эти объекты, Николай Михайлович? — Нет, я сейчас не готов. — Ну, я бы здесь добавил, что если у муниципалитета, скажем, нет желания, чтобы в городе вообще в центральной части что-то строилось, то тогда они идут верным путем. — Но мы так не можем утверждать, да, что они не хотят? — Я не могу утверждать, но если это их решение, тогда все сделано абсолютно правильно. — Мы понимаем, что мы сталкиваемся все-таки здесь с интересами бизнеса, которым важно получить прибыль так или иначе, и мы всегда говорим, что на другой чаше весов это интересы жителей, которые стремятся, конечно, сохранить зеленые зоны, исторические зоны. И достаточно длительная вот эта вот история взаимодействия, начиная с 90-х годов, которая нас знакомила в лоб буквально так с точной застройкой в виде многоэтажных домов, вызвала формирование негативного фона. Нельзя не принять этого факта. Мы понимаем, почему эта проблема возникла. Вот ситуация с точной застройкой, когда мы видим многоэтажки в историческом центре, вызывающие большой негатив. В последнее время хоть как-то меняется. Я вижу дом, теперь уже он будет называться дом Киселева, я так понимаю. Это такой двухэтажный дом, нам предоставлены фотографии здесь, который и по цветовой гамме, и по архитектуре очень похож на те застройки, которые велись вблизи Трифона Монстряпа, водопроводные. Это в ансамбле, я бы так даже сказала. И это мое личное мнение. Я тоже против того, чтобы строилось все без разрешений, но и против затягивания бюрократических процедур. Но дом неплохой, и вопрос сноса его в силу того, что нет разрешений, для меня до сих пор вопрос. Я еще не убеждена, что такое должно происходить. Я вообще против сносов, честно говоря. Сложно. Даже когда втыкают многоэтажку, и там уже люди вложили свои деньги, это всегда огромная-огромная проблема. Другое дело ответственность за эти вещи. В ситуации, если мы возвращаемся к этому Киселевскому дому, она хоть как-то разрешима сейчас? Как вы считаете, наиболее разумный сейчас способ подхода к этой истории каков? Ну, наверное, в рамках судебного заседания вылечено все равно будет решение о сносе, потому что судья, наверное, другого решения здесь принять не может. Согласно законодательству. Согласно действующего законодательства. Вопрос в судах может идти на несколько лет. И вот в этот период, может быть, произведена эта экспертиза, то есть вопрос может перейти уже в плоскость разрешения, и тогда иск будет либо отозан, либо заключено мировое соглашение. Вопрос успеет, не успеет. Вот он такой был, скажем, литерический, наверное, больше здесь уже так. То есть снос возможен? Конечно, да. То есть никто его не исключает. Вопрос, наверное, создать правила игры, которые были бы понятны для всем. Если нельзя, то нельзя ни для кого. Если можно, то можно всем. То есть вот здесь можно, а здесь нельзя. Вот это как раз должны сделать документы, которые у нас принимают муниципалитет, в том числе и правила землепользования и застройки города Кирова. Я специально сегодня этот документ распечатал, касающийся охранных зон. То есть здесь у нас ограничений введено по некоторым пунктам, по 7, по 12. А по объектам культурного наследия, по памятникам у нас их, по-моему, 173. В правилах только перечислено. Вопрос в том, что в сезон это вокруг них не установлено. Их нет. И денег нет, чтобы их установить. То есть, как Николай Михайлов сказал, берется радиус и вводится радиус. А конкретные границы ее должны уже по результатам экспертизы установить. Но все-таки, тем не менее, на 2018 год запланирована работа по 28 объектам. Хоть какое-то движение, это не 2 и не 3, как было раньше, к значительно масштабнее, в разы масштабнее исследование будет проводиться. А вот я, конечно, бы этот вопрос уточнить непосредственно в региональном министерстве культуры. А вот эти 28, почему именно эта цифра? Почему именно эта цифра? По каким критериям они здесь руководствовались? И кто, собственно, является инициатором? Это из федерального центра спускается эта цифра. Либо мы на местном уровне решаем. Или это, может быть, кто-то проинициировал такую, скажем, попросил мне сделать, чтобы я здесь зашел. То есть, вот эти правила, они не определены. И направления развития непонятны. Это то, о чем я говорю раньше. А выясните, пожалуйста, тогда, как сейчас взаимодействие властей и строительных компаний в решении этих вопросов осуществляется? То есть, вот, окей, там цифра требуется федеральным центром, но, опять же, эти объекты собирают строителей, и там смотрят, какие планы, и выделяют потом приоритеты. Это о чем я говорю, чтобы нам хотелось вот это взаимодействие наладить. Нисколько. И желание с нами встречаться я пока со стороны городских властей, скажем, я не вижу. То есть, у нас есть объединение некоммерческое, которое собирает вокруг себя и строительные, и подрядные организации застройщиков, проектные организации. Это союз строителей Кировской области. Это, еще раз повторюсь, некоммерческая организация, где есть правление, рабочий орган, который на регулярной основе вопросов, которые нас касаются, собирается. Но на все наши предложения встретиться, к сожалению, городские власти не принимают, не приходят. Областные власти нет, скажем, и профильного министра мы видели, и работники министерства периодически какой-то информации, нужной, вот как в плане взаимодействия, предупредить о том, что какие-то изменения готовятся, да, они появляются. Может быть, не так часто, но, тем не менее, это взаимодействие есть. Дмитрий Валерьевич, вот нам завтра в эфир в программу «Урбан» приходит сити-менеджер Илья Вячеславович Шульгин. Мы можем передать ему ваше обращение, которое, если вы готовы, прямо сейчас прозвучит. Какая вам встреча, с какими целями, в какие сроки нужны? Нам нужно наладить регулярное взаимодействие, причем это регулярное взаимодействие происходило бы на уровне заместителя. Может быть, первый раз, и сам бы, Илья Вячеславович, мы бы были очень рады его увидеть, еще раз, скажем так, в глаза друг к другу посмотреть, те, кто представляет союз строителей Кировской области и сити-менеджера. А в дальнейшем это профильный зам, но вопросы, которые есть у нас, мы бы и хотели в рабочем порядке доносить до руководства нашего города. Потому что я думаю, что вопросы, которые их интересуют, они не всегда переплетаются с нашими болями и заботами. То есть вы готовы расширять деятельность в рамках государственно-частного партнерства, правильно я вас понимаю? Вы готовы на регулярной основе встречаться с городскими властями, с профильным замом? Мы бы очень этого хотели, и мы этого просим. Это необходимость, вы считаете, это необходимо, хотя бы раз в месяц встречаться, чтобы сверять стрелки и корректировать планы. В результате чего, что мы достигнем, чего мы достигнем, вы считаете, если это будет осуществиться? Это вопрос взаимодействия бизнеса и власти. В том числе и представление интересов горожан через органы власти. До нас они тоже будут доходить. Почему? Потому что у нас на сегодняшний момент, я думаю, что отсутствие коммуникации – это основная проблема в городе Кирове. То есть бизнес не слышит власть, власть не слышит бизнес, а про граждан мы вообще тут даже и как-то позабыли. Ну вот все-таки я уже начала задавать этот вопрос, видимо, не совсем его сформулировала четко. У граждан остался осадочек, что называется, от активной точечной застройки, от отсутствия закладки новых парков и новых скверов, от того, что горят деревянные дома, некоторые из них относятся к культурному наследию. Это нельзя скидывать со счетов. Вот в этой части строителей, которые, если уж ты купил участок, наверное, ты хочешь дом построить, а не парк заложить. Как они могут пойти навстречу городу и горожанам? Здесь опять вопрос государственно-частного партнерства. То есть если мы возьмем закон о местном самоуправлении, то там четко прописано, кто должен строить больницы, школы, детские сады. Кто должен благоустроить территорию? То есть это местные органы власти. Это вот так вы навстречу идете городским властям? Нет. Если муниципалитет не вполне справляется со своими обязанностями, если он хочет часть своих обязанностей переложить на плечи других, то и другие, наверное, взамен нужно что-то увидеть. Это логично. Например? Я не знаю, что готов город предложить. Может, он скажет, мне ничего не нужно, я справлюсь сам, и мне вы не нужны. У вас участок, который вы купили когда-то в центре города, который сейчас подвис, и город говорит, горожане и город хочет здесь видеть не многоэтажку, и даже не пятиэтажку, и не трехэтажку, а хочет здесь видеть условный сквер. Вот прошло общественное слушание, голосование, и вам говорят, Дмитрий Валерьевич, не хотим мы, чтобы Майковская строила тут две девятиэтажки, мы хотим, чтобы здесь был парк. Что вам предложить, чтобы вы отказались от этого участка? Нет, ну, временно подумать. Да, временно подумать, у нас реклама, после этого вы свой ответ дадите. Было бы желание только что произнес в перерыве Николай Михайлович Липатников, президент авиатско-торгово-промышленной палаты, я имею в виду, наверное, это в первую очередь городской администрации адресован этот посыл, да? Ну, вот давайте мы... Решайте эти вопросы. Да, попросим ответить на вопрос, который прозвучал с нашей стороны до рекламы. Если возникает ситуация, когда на выкупленном строительной компании участки жители и город не хочет видеть, например, жилое строительство, неважно, или нежилое строительство, говорят, нам тут нужен парк, приведем пример парка Победы и прилегающей территории. Тут понятно, что строительная компания несет потери, потому что были заложены другие там планы, другая доходность. Но как вот здесь может пойти навстречу строительная компания, как она может договориться с городом, чтобы вы попросили для того, чтобы пойти навстречу запросу у горожан и города и компенсировать свои затраты? Парк Победы и строительная компания господина Миронова, вот тоже у них сейчас такая вот ситуация сложная. Как можно было бы решить такую проблему с вашей точки зрения? Ну, начну с того, что если строительная компания приобрела земельный участок, на котором не были, скажем, правила игры обозначены, то это она сама проявила, скажем, такую высокорискованную операцию, и ответственность, я думаю, что здесь, наверное, в первую очередь лежит на менеджменте этой строительной компании. А следующий момент, понятно, что земельный участок, его в карман не положишь, не унесешь, и здесь нужно решать вопросы с городом, чтобы здесь город хотел видеть, как бы он хотел этот участок развивать. Если однозначно правила дают ответ, что здесь нельзя строить, значит, здесь строить нельзя. И вот эти правила не должны меняться. К сожалению, у нас недавняя практика складывалась по-другому. Приобретался земельный участок, а потом решался вопрос о том, чтобы изменить здесь вид разрешенного использования. И вместо того, что было первоначально, появлялась в том числе и жилая застройка, либо коммерческая застройка, и потом как раз вызывало отторжение у жителей города Кирова. Сейчас такая же угроза нависла над Кочаровским парком и над территорией, на которой рынок стоял, сейчас он сносится. Тоже, по слухам, там собираются торговые центры большие возвести, очень много вопросов. Тем не менее, там вид разрешенного использования, на сегодняшний момент установленный, позволяет строить торговый центр. То есть это, как бы, правила игры здесь уже были установлены давно, и люди, вкладывая сюда деньги, приобретаясь в мельчинство. Но обычно это горожане этих нюансов зачастую не знают, и у них все в одну кучу мешается. Вы стоите и смотрите на памятник Коневу, а за ним вырастет высокий торговый центр, а за ним только парк. Так это нормально? Я не сказал, что это хорошо. Про правила игры, понимаете? Правила игры должны быть установлены и понятны. Вот когда они не установлены, тогда и возникают вопросы коррупционных и различных... Было сделано много ошибок, нельзя ведь не признать это. Значит, нужно их исправлять, но исправлять нужно публично. То есть, да, мы здесь запретили, но эта работа должна вестись планомерно. Они тогда, когда уже пришли, сказали, что мы хотим здесь что-то сделать, и говорят, а не, мы запрещаем. Вот вы сейчас сити-менеджер. Не дай бог. Вы сити-менеджер, встречаетесь с господином Валенчуком на площади Конева. И он говорит, хочу второй Крым вот здесь поставить, это мой участок, разрешенный к строительству. Вы смотрите на Конева, а за ним Кочерский парк. И что вы ему говорите? Я думаю, что такое встречи, наверное, в приори не может состояться, потому что вид разрешенного использования установлен, и собственник вправе заказывать проект, будете получать разрешение. А если ему откажут, то через суд он все равно после разрешения получит. А дальше выходят горожане. Как-то было, например, у Дворца пионеров мемориал, и вы, между прочим, там тоже были. И стоят в цепочку. И вы, как сити-менеджер, что делаете? У Дворца пионеров была ситуация другая, как раз когда вопрос решался о переводе земельного участка из этого разрешенного использования в другое. Ну, то есть вы не считаете, что строительство торгового центра на площади Конева, прямо за памятником Маршалу, это ошибка? Очень серьезно, если так произойдет. Ну, то есть считаете. Так, у нас на связи Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Юрий Анатольевич, добрый день. Да, добрый день. Вы слушали сейчас нашу дискуссию? Ну, не совсем на самом деле. Да, значит, мы... Прежде всего, мы обозначили проблему с подачей наших гостей. Здесь у нас студия Николая Липатников и Дмитрий Сергеев. Проблема касается не обозначенных до сих пор в достаточной мере, в достаточном количестве границ охраняемых зон по историческим объектам. И ваш коллега Дмитрий Сергеев сказал, что... Вот он прямо обратился через эфир к Илье Шульгину, что необходима совместная работа по расширению государственно-частного партнерства, для того, чтобы быстрее шли исследования обозначения этих зон, и попросил об организации регулярных встреч с профильным замом Шульгина для совместного планирования развития территории, для того, чтобы работа шла эффективнее и быстрее. Вы думаете, эти меры помогут строителям грамотнее планировать свою работу и нивелировать тот негатив, который может возникать в результате того, что кто-то начинает строить без разрешения на строительство или долго ждет, несет большие потери? Безусловно, правила должны быть. Вопрос, что можно ли создать универсальные правила, которые будут едины для всех территорий, ну, на мой взгляд, это немножко утопично. И лучше, конечно, решение по серьезным объектам, по памятникам истории принимать на каких-то расширенных общественных слушаниях, которые дадут правильное направление мысли для того же застройщика или девелопера. Общественных слушаниях мы не ослышали, что и простые жители должны участвовать в этом? Ну, а почему нет? К сожалению, у нас зачастую главный ответ на все – нет. Это тоже неверный ответ. Вот недавно к нам приезжал уважаемый урбанист из Японии, говорил о том, что в каждый город должен найти свою нишу, свою идею, ради которой будет развиваться все общественное пространство. То есть сюда же вовлекутся и власти, и общество, и бизнесмены, и тогда все получается. Поэтому некоторые памятники истории требуют действительно реконструкции, потому что они находятся в таком ужасном состоянии и вроде бы находятся под защитой. Ну, вот, например, Спасский собор. Долгое время находился в очень печальном состоянии. И сейчас мы, проводя там реконструкцию, понимаем, что если просто воссоздать то, что есть, этого будет недостаточно. На мой взгляд, надо создать какую-то еще общественную территорию, площадь вокруг этого собора, чтобы люди могли там просто провести время в комфортных обстоятельствах. Дети должны поиграть, родители должны где-то отдохнуть, посмотреть на этот собор, то есть увидеть его, все его величие, красоту и так далее. И если для решения этих вопросов требует какое-то отдельное согласование, оно должно иметь возможность быть получено. В определенные разумные сроки. В определенные разумные сроки, да. Потому что зачастую правила, которые говорят, что ничего нельзя строить вокруг какого-то памятника, ограничивают действительно развитие этой территории для жителей. Ту же самую историю мы проходили в Дендропарке, когда мы не можем зайти на благоустройство, потому что в правилах написано, что ничего нельзя строить. Но мы говорим по поводу строить, мы говорим осветить хотя бы лыжные трассы. Это не совсем стройка, да. То есть вот на таких историях нужно какое-то взвешенное индивидуальное решение по каждому объекту. Если это идет на благо жителей города, если жители города поддерживают это решение, то почему его нельзя реализовать уже в правовой плоскости? Юрий Анатольевич, еще очень важный вопрос, который мы уже несколько раз задавали в течение этого эфира. Прежде всего Дмитрию Сергееву, как представитель строительной фирмы. В свое время многие строительные фирмы выкупили большое количество участков, в исторической, в том числе, части города, и не в исторической. Вот сейчас приводили пример Кочеревского парка, где можно строить торговый центр, высокий, прямо за памятником Конева, потому что уже разрешенное строительство, участок в такой категории, что можно строить торговый центр. Когда-то он вполне может себе стать исторической частью. Есть пример с парком Победы, я сейчас только известные примеры там привожу. То есть когда в свое время вся процедура была исполнена, и вроде нет нарушения законодательства, но очевидно горожанам, и даже, оказывается, сети-менеджеру, что не должно быть там жилого строительства парка Победы, не должно быть торгового центра на площади Конева, там, да, у парка, у Кочеревского парка. Как эту проблему можно разрешить? Как могут сесть за стол переговоров строители и город, и горожане? И что должен город предложить, чтобы не говорить категорическое нет, вы что, с ума сошли? Какой это для вас торговый центр? А бизнес говорит, я имею право, я вообще-то купил, вложился, у меня планы. А город говорит, нет. Вот это вот не решение проблемы. А что могло бы явиться решением проблемы? Ну, наверное, данная история, это, конечно, диалог, равноценные замены каких-то историй, потому что... Вот какие равноценные замены, на ваш взгляд, могут быть? Ну, власти, на самом деле, и городских, в том числе, достаточно много инструментов решить вопросы застройщика, предоставить земельный участок на каких-то льготных условиях и сделать еще что-то в пользу застройщика, для того, чтобы он отказался от каких-то планов, которые, ну, так получилось, мешают развитию города. Хотя находится все равно в правовой плоскости. И здесь вопрос диалога. Если он имеет место быть, то, я думаю, что две стороны разумные всегда договорятся о том, как из этой ситуации выйти без сложностей. Ну, и закольцуем нашу тему сегодняшнюю. Мы начали с этого примера и им завершим. Речь идет о доме на улице Водопроводной 4, который возводит ЧПЕЦК нефтепродукт, его владелец, господин Киселев. Двухэтажный дом, возводимый сейчас пока что без разрешения на строительство. Завтра будет суд по этому поводу. Город угрожает сносом. Владелец говорит, ну, я же вообще-то подписался на то, чтобы улицу отремонтировать, водопроводную. Все, кто там по Водопроводной ходил, вниз, когда она идет к Трифоновому монастырю, представляет, что она из себя ничего не представляет. Там такой склон глиняный. И газ подвезти, в том числе, к Трифоновому монастырю. То есть завершить, собственно говоря, ансамбль, благоустройство и инфраструктуру. И мы знаем, что инфраструктура вообще-то это городская обязанность. И вы очень хорошо с этим знакомы, Юрий Анатольевич, по поводу инфраструктуры и кто должен ее строить. Вот ситуации с Водопроводной, на ваш взгляд, как наиболее разумно было бы разрешить? В данной истории, конечно, лучше бы такое соглашение с городом иметь на старте, а не на процессе реализации. Это бы сняло все вопросы. В письменном виде причем, да? Договориться на берегу, да. Это может быть протокольное решение хотя бы, если это не сложно занести в договор. Но в любом случае это согласие двух сторон на некие действия внутри общей территории. Потому что если мы говорим про муниципальную землю, да, про какое-то ее благоустройство, это ответственность муниципалитета, и они принимают решение в этой части. Что касается прав застройщика там или любого человека строить на своей территории, это тоже право, которое должно быть, может быть реализовано тем или иным способом. Но надо понимать, что вот когда Шульгин говорит, что нельзя строить без разрешения строительства, он не может. Прямо вот сегодня, когда он вчера это сказал, ну, пожалуй, пускай Киселев строит, он же тут нам инфраструктуру строит, правда? Он уже не просто так это сказал, я имею в виду Илью Вячеславович, он хочет тоже показать, что нельзя никому строить без разрешения на строительство. И это вот такая штука моральная, которую сейчас все равно нужно разрешать. Правда, нельзя конфликт загонять в угол. Вы предлагаете им сесть за стол переговоров публично? Ну, это можно сделать не обязательно публично, но сези за стол переговоров, наверное, это единственный выход из этой ситуации. Спасибо большое за комментарий. Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». У нас полминуты до завершения эфира, и можно резюмировать нашу встречу. И как городской администрации еще раз обратиться. Жаль, что полминуты осталось. Вот вы сказали слово просить заместителя главы администрации города. Это он должен обращаться к строителям, прочим, как машиностроителям, предприятиям торговли, чтобы приходили и высказывать всю позицию. Николай Захаров говорит, если должен, должен, пусть это будет взаимное движение. Вместе, стоп-стоп. Но пока-то, значит, надо, чтобы они просят, а оттуда, значит, реакции никакой нет. Тогда не будет этих коллизий. Ведь вокруг монастыря, федерального памятника, федерального значения нет охраны зоны сегодня. Если бы это было сделано, а та обязанность была Управлением Министерства культуры и города, тогда не было этих коллизий. А это не сделано. Поэтому сейчас надо действительно садиться за стол переговоров. Я надеюсь на разумное решение. Это частный случай. Но не надо отбивать желание у предпринимателей серьезно, крупнейшего налогоплательщика, работать в интересах этого города. Это частный случай, но он может быть показательным, если он превратится в какую-то разумную и эффективную историю, когда переговоры заканчиваются ко всеобщему удовольствию. Плюс ко всему, если это будут переговоры, то они должны быть, результаты их должны быть публичные. Что есть прецедент, когда люди сели и договорились. И о чем они договорились, должны знать граждане, а не то это порождать какие-то сухие, недомовки и домуслы. Возмущение и негодование. Совершенно верно. Ну, я должна под конец сказать, что мы дозвонились до Татьяны Мазур, министра культуры области, которая нам сообщила, что с 1 июля Управление по охране объектов культурного наследия станет самостоятельным органом исполнительной власти. Сейчас пока что он находится в составе министерства, но уже с 1 июля он будет самостоятельным, и все вопросы, касающиеся как раз процедур по значению границ, мы будем направлять им. Спасибо нашим гостям, Николай Липатников, Дмитрий Сергеев. Дневной разворот завершен. Владимир Сметанин и Светлана Заньков. Через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Наш гость сегодня юрист Ян Чеботарев. «Особое мнение» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...